Привет! В этом видео я расскажу свои впечатления о масляной пастели Халбейн. Мне сейчас интересно пробовать разную масляную пастель, поэтому когда я увидела на сайте Jackson's Art эту новинку, сразу заказала на пробу. Хотя по сути это не новинка, но я просто раньше нигде не слышала про эту пастель. Она продавалась как наборами, так и поштучно. Я выбрала актуальные для меня цвета. Это оттенки для рисования моря. Кажетый мелок был упакован в пластиковый кейс. На самих мелках нет обертки, а на кейсе есть бумажка с информацией, однако на ней не указан пигментный состав. Но на сайте Jackson's Art он был указан. Хотя я обычно не смотрю на пигментный состав масляной пастели, но тут я просто обратила внимание, потому что на сайте над каждым цветом был указан пигментный состав. А тут на упаковке я просто нигде не нашла ничего похожего. Единственное, что там, где указаны звездочки светостойкости, над ним есть надпись, судя по всему, на японском, потому что это все-таки японская масляная пастель. Может быть, это и есть этот пигментный состав. Я не знаю, не могу судить, но тогда оттенок цвета написан на английском на упаковке, и то, что это масляная пастель тоже написана на английском, а пигментный состав не переведен, это было бы странно. В общем, я не знаю, просто вот такое наблюдение, ну и для меня это не столь важно, если честно. Также на сайте в описании было указано, что это некая уникальная формула сухая масляная пастель. И действительно, она очень необычная. Сразу на ощупь она похожа на сухую. Она не жирная, не маслянистая. Руки она пачкает, но пачкает именно вот как сухая пастель от избытка пигмента. Нет ощущения вот этого вот жира, масла на руках. Но при этом она очень плавно наносится на бумагу, как хорошая масляная пастель. Мне понравились все цвета, которые я заказала. Я очень ценю разнообразие оттенков масляной пастели. Они важны. Особенно рада вот этим сложным синим, голубым. И мне больше всего понравился из всех этих мелков цвет индиго. Он на камере, возможно, выглядит прям как черный, но на самом деле он очень красивый, темный, благородный, такой синий цвет. Я больше ни в одной фирме такого не встречала. Максимальный набор цветов, который был представлен на сайте, это набор из 100 цветов. И также поштучно были представлены 100 цветов. Это много. При том, что все цвета, которые я заказывала, а заказывала я вот наугад, по названию выбирала, мне все понравились. Все очень красивые, сложные цвета. Единственное, что я вычитала, что раньше их линейка цветов в масляной пастели была гораздо больше, чуть ли не в два раза, а то и больше. Сейчас вы можете видеть, как я впервые пробую эту пастель на бумажке. Просто наношу разные оттенки, смешиваю их, как-то пытаюсь наслаивать, делаю тонкие линии, делать какие-то размашистые заливки, наносить мелок тонким слоем и какими-то жирненькими мазками. В общем, тестирую новый для себя материал. И вот несколько моих наблюдений. Какие-то мелки ощущаются чуть более твердыми при рисовании, какие-то более мягкими, но при этом, по крайней мере, вот из тех, что достались мне, все оказались укрывистыми. Пастель ложится довольно тонко, тоньше, чем я привыкла, но при этом, как я уже сказала, она укрывистая и очень пигментированная. Однако можно нажать посильнее и сделать фактурный мазок. Также она хорошо наслаивается и перекрывает предыдущие слои, не смешиваясь с ними, из-за своей, наверное, вот такой вот тонкости и нежирности. Но можно нанести и так, что цвета между собой смешаются. То есть нужно с ней поиграться, с нажимом, со способом нанесения и получать разные варианты. Также я протестировала, как ведут себя цветные карандаши на нескольких слоях этой масляной пастели. Но у меня небольшой выбор цветных карандашей, и в основном все они очень мягкие, и поэтому было бы странно, если бы они наносились плохо. Лучше всего по этой пастели, как и по любой, по моему опыту, сработали карандаши Дервент и карандаши от фирмы Карандаш серии Луминанс. Чуть похуже Фабер Кассел Полихромос. Еще я решила просто сравнить размеры мелков разных фирм, и мне показалось, что они плюс-минус одинаковые, разве что примечательна форма, об этом я еще не говорила, но у масляной пастели Халбейн форма квадратная, что очень необычно, но, кстати, удобно. А пока я сравнивала мелки разных фирм, я обратила внимание на то, что масляная пастель от Халбейн очень весистая. Даже когда берешь один мелок, прям чувствуешь его вес. В отличие от, например, Сенелье, когда берешь мелок от Сенелье, он прям невесомый по весу. Я, конечно, попробовала нарисовать морской сюжет, использую по максимуму только эту масляную пастель и минимум других фирм, чтобы лучше понять новый для себя материал. И первое мое впечатление, когда я уже начала работать над сюжетом, что эта масляная пастель сложно распределяется по листу, если растирать ее. Будто бы она быстро как-то фиксируется, и мне не очень понравилось заполнять ей первые слои, большие пространства. Я обычно использую для этих целей какую-то любую другую пастель, то есть я как-то заполняю основные площади цветом и немножко втираю ее в лист. Вот эта пастель как-то очень сложно растиралась, так что я не буду ее использовать для этих целей. Но зато мне было очень удобно прорисовывать морскую рябь, волны, лепить форму камней и какие-то детальки. И на самом деле небольшие участки растираются хорошо, и действительно похожи на сухую пастель чем-то. И даже на ощупь, вот когда растираешь ее, как будто бы сухую пастель растираешь, и финиш у нее тоже такой необычный, бархатистый, такой матовый. Очень красиво это выглядит, на мой взгляд. И на ощупь тоже отличается от привычной масляной пастели. Но в этой пастели есть и минус, я обратила на это внимание, потому что было заявлено, что эта пастель не дает каких-то катышек и крошек. Но это не так. На самом деле, пока я работала с этой масляной пастелью, я во время выкраски уже сломала один мелок, хотя не очень сильно на него нажимала. И поскольку она квадратная, и были острые края, они, конечно же, раскрошились. И во время работы иногда, если как-то нажмешь на угол, то она может немножко покрошиться. Вот, и я бы даже не обратила на это внимание, если бы нам не обещали, что этого не будет, но это есть. Конечно, было бы логично сравнить эту масляную пастель с другими фирмами, в первую очередь по мягкости, но мне кажется, это довольно сложно, потому что масляная пастель Холбейн, она действительно очень отличается по нанесению, по своей текстуре. В общем, это и вправду уникальная формула, которая мне, кстати, пришлась по душе, мне она понравилась. В первую очередь квадратная форма была удобной, и во-вторых, вот эта ее формула, вот эта ее сухость, но в то же время мягкость очень полезна оказалась в моей работе с масляной пастелью. И если вдруг вы где-то встретите эту пастель, я бы вам советовала ее попробовать, потому что это действительно что-то необычное, и если вы художник, исследователь, которому интересно пробовать разные необычные материалы, то эта масляная пастель достойна того, чтобы вы обратили на нее внимание. И все же я постараюсь сформулировать и сказать пару слов о том, насколько эта пастель мягкая. Конечно же, до мягкости сенелье есть все еще очень далеко, но они просто разные. Если сенелье, это такая прям масляная пастель, очень жирненькая, это буквально похоже на краску в стике, и она прям очень тает, и если жарко, она становится еще более мягкой, и когда ты ее рисуешь, ты будто испачкался в масляной краске. Когда рисуешь масляной пастелью фирмы Халбейн, совсем другие ощущения, то есть ты как будто бы держишь в руках какой-то твердый мелок, не похожий на ощупь на масляную пастель, но тем не менее эта пастель очень плавно скользит по бумаге, и когда ты наносишь ее на бумагу, у тебя нет сомнений, что это мягкая масляная пастель. Я бы сказала, что пастель от Халбейн чуть мягче, чем Неопастель от фирмы Карандаш, и чуть мягче, чем масляная пастель Мунгё. Ну, как я уже сказала, она просто другая, она суши, но я точно могу сказать, что это очень мягкая масляная пастель. Также у меня есть такое наблюдение, что вот, например, моя масляная пастель от фирмы Мунгё, она очень стабильна по мягкости, то есть все мелкие в наборе у меня одинаково мягкие, но в зависимости от цвета они разные по укрывистости. Например, желтые, они самые прозрачные, вот белый очень хороший укрывистый, а в пастелье Халбейн, как я уже говорила в начале, мелкие чуть отличаются по твёрдости мягкости своей, но тем не менее каждый мелок из тех, что у меня есть, одинаково укрывист и одинаково пигментирован. Например, из тех цветов, что у меня есть, вот этот зелёный такой травяной оказался таким самым твёрдым, но тем не менее он такой же пигментированный, как самый мягкий мелок из тех, что у меня есть, это индиго. Я очень старалась подобрать правильные слова, чтобы описать свои ощущения от этой масляной пастели, мне она действительно очень понравилась, я буду дальше ей рисовать, буду покупать новые цвета и пробовать. И, как я уже сказала, я считаю, эта пастель действительно достойна внимания, и у неё, правда, формула необычная, уникальная для масляной пастели, и всё же это масляная пастель, что не может не радовать. А те, кто подписаны на мой телеграм-канал, уже давно знают о том, что я заказала эту масляную пастель, видели распаковку и самые-самые первые впечатления, поэтому подписывайтесь, там интересно. И надеюсь, это видео тоже для вас было интересным. Всем спасибо за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok